В 2022 году в эксплуатацию ввели в первую очередь Кольской ВЭС мощностью 170 мегаватт, что сделало её крупнейшей ветроэлектростанцией в Заполярье. С 2014 года в промышленную эксплуатацию были введены 28 объектов ветрогенерации, входящих в единоэнергетическую систему России. Кроме того, в эксплуатацию были введены 2 объекта на ветроэлектростанциях в технологически изолированных энергосистемах. Всего на введённых объектах установлено более 700 ветроэнергетических установок. Наибольшая мощность ветрогенерации была введена в эксплуатацию в 2021 году – более 1 гигаватта. В том числе, вторая очередь ветроэлектростанции – посёлка Никольская в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе Камчатского края. В 2022 году в эксплуатацию ввели две новых ВЭС – одну в Мурманской области и одну в Старопольском крае. На введённых объектах установлено 72 ВЭО с локализацией 68%. С 2014 года мощность ветроэлектростанций, входящих в единоэнергетическую систему, превысила 2 гигаватта. А доля мощности ВЭС в установленной мощности электростанций ЕС России выросла с 0 до 0,93%. Друзья, не забывайте ставить лайки и писать комментарии. С 2014 года выработка электроэнергии на ветроэлектростанциях ЕС России выросла до более 5,5 млрд кВт-часов. А доля ВЭС в выработке электроэнергии электростанциями ЕС России выросла с 0 до 0,5%. В 2022 году коэффициент использования установленной мощности ветроэлектростанций ЕС выросла до 30%. Средний уровень локализации ВЭС составил около 67%. Большинство объектов было построено с локализацией 68% и всего 2 объекта с локализацией менее 65%. Теперь подведем итоги. За 9 лет промышленную эксплуатацию было введено 25 ветроэлектростанций, входящих в ЕС России, общей мощностью более 2 гигаватт. В составе ветроэлектростанций работает 697 ветроэнергетических установок. В 2022 году они выработали около 5,6 млрд кВт-часов, а их киум составил 30%. Большинство установленных ВЭУ – это Лагервей L100, компании Novavind, мощностью 2,5 мегаватта. Вестас Ви-126, Фортума, мощностью 4,2, 3,8 и 3,6 мегаватта. А также Симмонс Гамеса G3-4, компании Enel, теперь L5 Energo, мощностью около 3,5 мегаватт. На сегодняшний день в России ведется строительство трех крупных ВЭС, общей мощностью 285 мегаватт. Двух в Ставропольском крае и второй очереди Кольской ВЭС в Мурманской области. Проекты строительства еще четырех ВЭС, общей мощностью около 250 мегаватт, законсервированы вследствие ухода с российского рынка поставщика основного энергетического оборудования. Посмотрим на расположение и мощность 34 ветроэлектростанций ЕЭС и 4 технологически изолированных энергосистемах. Наибольшее количество ВЭС находится в Ростовской области, 7 электростанций, мощностью 607 мегаватт. Самая мощная ВЭС – Кочубеевская в Ставропольском крае, ее мощность 210 мегаватт. Крупнейшая ВЭС в технологически изолированной энергосистеме построена в поселке Октябрьский Камчатского края, ее мощность 3,3 мегаватта. На этом все. Ставьте лайки и пишите в комментариях, какие регионы, по вашему мнению, являются наиболее перспективными для строительства новых ВЭС. Субтитры создавал DimaTorzok